На острове отдыха прошел митинг против возможного строительства ферросплавного завода. Несколько тысяч человек пришли поддержать движение «Красноярск против». Еще до начала митинга от происходящего на острове отдыха уже заметно рябило в глазах. Черно-желтые флаги и воздушные шары – главную атрибутику протестующих – организаторы раздавали всем желающим. Ближе к полудню стало окончательно понятно. Пришедших на митинг против строительства ферросплавного завода даже не сотни, тысячи. Сейчас роза ветров меняется, погода меняется. Принесет сюда. Да и не просто так, это же и тайгу попортит. Я металлурпное образование, поэтому прекрасно знаю, какой вред нанесет экологии и здоровью людей. Правда, реально разбирающихся в проблеме, пожалуй, можно было по пальцам пересчитать. В основном пришедшие признавались, что-то прочитали в интернете. Вот и решили для себя. Несмотря ни на что, ферросплавный завод – это плохо. Вы знаете о ферросплаве? Ферросплав – это переработка марганца. Впрочем, активистов движения «Красноярск против» это нисколько не смутило. Говорят, сегодняшний митинг – это уже все-таки какая-никакая победа. Ведь все начиналось с нескольких листовок и небольших пикетов солнечных. Люди очень любят свой Красноярский край. Люди хотят жить в чистой Сибири. И вот именно это, борьба против возможного опасного производства объединила людей. И вот плод этого объединения – сегодняшний митинг. Организаторы митинга признаются, такой мощной поддержки они сами не ожидали. Вот и на атрибутику для протестующих, по их словам, скидывались всем миром. Кто-то самостоятельно печатает наклейки, кто-то закупил ткань. Ну то есть деньги нам люди принесли, сказали, ребята, есть деньги, пожалуйста, мы вам хотим помочь. Закупили ткань, сделали сами флаги, шили накидки. Итогом же полуторачасового митинга стала принятая резолюция. Пришедшие подписались под прошением запретить строительство в Красноярске предприятий первого и второго классов санитарной опасности. Резолюцию организаторы собираются отправить президенту страны и депутатам Законодательного собрания края. По их словам, власти, конечно, уже не раз обещали, что без ряда экспертиз и общественных слушаний завод строить не начнут. Но люди все равно беспокоятся и хотят контролировать ситуацию со своей стороны. По словам активистов движения, сегодняшний митинг не последний. И чем дальше, тем больше горожан будет в них вовлечено. А если у вас есть новости, звоните лично мне, мой номер 292-91-35. Артем Курчал и Сергей Кашин. Афунтова. Новости.